Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! У нас жара, но мы работаем, медитируем. Группа собралась. И предлагаем вам сегодня, 10 числа, приобщаться к нам, программировать ваше будущее, всё, что вы хотите. Желаете жить в мире? Программируйте «Я живу в мире». Желаете жить в любви? Программируйте. «Я живу в любви и мире». Всё, что вы желаете, желаете быть исцелёнными, вознесёнными, всё программируйте. И не просто программируйте, произнеся это, а начинайте заходить в свой сердечный центр и чувствуйте из него, как вы уже из этой точности живёте сами. Сегодня я вам предлагаю интереснейшую тему, грядущая Суперлуния. 13 июля 2022 года в 14.38 по восточному летнему времени в тропическом знаке Зодиака Козероги произойдёт Суперлуния. Оно управляет глобальными правительствами, корпорациями, крупными деловыми предприятиями, военными и полицейскими действиями, организационными структурами, необходимостью дисциплины и тяжёлыми уроками. Поскольку Козерог является знаком стихии Земля, он также управляет планетарными землетрясениями, извержениями вулканов, ураганами, торнадо и всевозможными штормами. Луна характеризует эмоциональный настрой относительно натального знака человека. Тем не менее, астрологические карты тоже могут быть составлены для предприятий, организаций, стран, городов, специальных мероприятий, чего угодно. И карта даст информацию о том, как будут развиваться ситуации в будущем краткосрочном или долгосрочном. В физическом сосуде человека этот знак управляет зубами и костями. Все полнолуния усиливают эмоциональные реакции, но суперлуния ещё больше усиливает чувства. Например, из конкретной ситуации можно сделать больше, чем необходимо, которая, возможно, гноилась долгое время и ничего не делалось для исправления любого предполагаемого дисбаланса. Это может произойти в отношениях, финансах, карьерных целях, семейных ситуациях, участие в жизни общества, национальных событиях и так далее. С Плутоном, планетой крупных преобразований, часто очень неприятных, также в Козероге до 2022 года и в сочетании с суперлуной, в этом же знаке глобальные события могут значительно обостриться. Однако, поскольку Плутон, планета, которая предлагает духовный подъём, подъём находится в своём собственном знаке рыб, что свидетельствует либо о возросшем духовном знании, либо о заблуждениях в зависимости от уровня сознания человека, в суперлуния мы должны подключиться к чистоте источника для руководства в том, что будет чувствительным временем. Стабильные и обоснованные люди могут оставаться более спокойными, чем те, кто склонен к заблуждениям и кто часто также пытается вовлечь других в свои заблуждения. Поэтому проницательность в наших ассоциациях будет очень важна, так же, как и наше мнение об основных новостях. Ищите секреты, которые выйдут на свет, и чтобы люди были шокированы, обнаружив, что то, что они считали одним способом, на самом деле совсем другое. Портал любого полнолуния обычно открывается за три дня до него, в день, когда он достигает своего пика, и в течение трех дней после него. Однако это лишь общее наблюдение, потому что при всем хаосе, который различными способами происходит с точки зрения 3D, политики, социальных структурах, религии, медицины и так далее, эмоции людей были на пределе в течение достаточно долгого времени. Таким образом, нельзя сказать, что фаза полнолуния длится всего несколько дней. Медицинские работники, как традиционные, так и натуропатические, признают, что большинство проблем со здоровьем, более чем на 90% вызваны эмоциями людей. Поэтому, если эмоции можно успокоить, физические проблемы можно смягчить. Хотя это имеет смысл, это не передает. Как космические силы также участвуют в физических, эмоциональных и ментальных переживаниях, когда потоки света проникают в нашу планетарную сферу, выполняя трансформационный процесс, на котором всегда сосредоточено внимание переход от углерода к кристаллу. Во время грядущего суперлуния у многих людей могут обостриться часто упоминаемые ощущения активации света, несмотря на то, что мы всегда должны заземляться. Поскольку космические вибрационные частоты влияют на Землю Гаю, будет особенно важно заземляться, поскольку полнолуние 13 июля проходит свои этапы. Не исключено, что произойдут сильные землетрясения, а также другие потрясения на нашей планете, такие как сотрясение ее магнитосферы мощными солнечными вспышками, солнечными ветрами, высоким количеством нейтринов и другими явлениями, вызванными Великим Центральным Солнцем, поскольку оно доставляет энергию нашему Солнцу, а затем на нашу планету и в нас, поскольку наши ДНК и клеточные записи постоянно очищаются и обновляются. Эта суперлуния даст многим людям новый шанс и обновление. Будет разумно пересмотреть изученные духовные и естественные методы, чтобы легче ориентироваться в космических событиях, таких как грядущая суперлуния. Как гласит старая поговорка, предупрежден, значит вооружен. Все, что мы представляем себе как разумные существа, может быть достигнуто благодаря нашему дару свободной воли. Давайте подключимся к Высшему Я, Душе, Божественному Источнику, который восстанавливает и оживляет свое творение. Мы являемся частью этого процесса. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, многие из вас уже в этом месяце работают со своей точностью или с обнулением, когда вы на вдохе создаёте точку сингулярности и обнуляете всё то, что больше вам не подходит. Например, программы разделения или программы мести, злости, ненависти, агрессии, жертвы, программы насилия, программы инопланетной работорговли, программы саморазрушения и разрушения. В общем, можно сказать, что программа эго. И переходите на душ. Вот сегодня 10 число. Программируем вместе с нами, вместе с группой в кристалле, объединяющей любви, в мире самой собой, в единстве сущего, в радости существования, вместе с тайной обителью Земли или Гаи, создаёте то, что вам уже понятно, приятно, то, в чём вы уже хотите жить, то, что вас привлекает, радует, возносит. И каждый может выражать или интерпретировать свои намерения и соединять, и заикарять их. Вот мы сейчас заикаряем прямо по числам. Пятого числа с пятым измерением, шестого числа с шестым, седьмого числа с седьмым, восьмого, девятого, с восьмым и девятым числом. Там, когда вы заикаряете уже баланс между мужским и женским, это вы уже работаете с Христом и Софией и выходите на Христосознание. Когда эти энергетические практики вы делаете в группе, это происходит легче, спокойнее, мирнее и веселее. Поэтому я предлагаю вам сегодня, десятого числа, вместе с нами программировать то, в чем вы желаете жить. Вечером у нас медитация в девять часов будет, роликов будет на канале сейчас меньше, потому что у нас идет глубокая мощная работа каждый день, поэтому я предлагаю, пожалуйста, участвуйте вместе с нами в Кристалле Объединяющей Любви. Мы сейчас находимся в Закарпатье, здесь очень жарко, 36-38 и до 15 июля у нас будет идти коллективная работа. Участвуйте! Сразу можете пригласить для вашего настроя планету Земля, Гаю, но эта жара никому не мешает, все очень сплоченные, дружные, радостные и создаем такое, знаете, пространство вокруг каждого человека благоприятное, в котором очень спокойно находиться и усваивать эти новые солнечные нейтрино, новые ионы или практически проходим перекодировку всех наших клеток, систем и органов. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok